Уходи! 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 Здравствуйте! Это реальные новости на канале Страна для жизни. Здесь мы рассказываем о том, что не покажет Белтери радиоканализация. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Мы все читаем. А теперь к новостям. Погнали! Вчера было 8 марта. День не про цветы, а про права женщин, борьбу и свободу. Благо, за пределами постсоветского пространства давно такое отношение к этому празднику. И Международный Олимпийский комитет все же вместо цветов преподнес другой подарок. Исполнительный совет МОКа не признал Виктора Лукашенко президентом Национального Олимпийского комитета Белоруссии. И не признал избрание Дмитрия Баскова членом исполнительного комитета НОК. А это, дорогие зрители, победа. Не самая большая, но победа. Напомню, что Усатый и Старший уволил Усатого-младшего с поста помощника президента. А теперь еще и МОК не признал выборы президента НОК. То есть Международный Олимпийский комитет будет поддерживать связь с НОК Белоруссии только через генерального секретаря. А вдобавок к этому сохранит санкции в отношении НОК, принятые в декабре 2020 года. И на мероприятия в рамках Олимпийских игр высокопоставленных госслужащих Белоруссии приглашать не будут. Вот теперь-то точно. Витя, ты уволен. Белорусы завалили МОК комментариями в Инстаграм после заявления по Виктору Лукашенко. И подавляющее число комментаторов написали слова благодарности за твердую позицию Международного Олимпийского комитета. Люди говорили спасибо за поддержку в борьбе за права человека в Белоруссии. А также за то, что МОК стоит плечом к плечу с белорусами в битве против зла. А я бы еще сказала спасибо Белорусскому фонду спортивной солидарности, нашим свободным спортсменам. Хотя бы одного Лукашенко, но снесли. Долбим дальше. Вчера не только женщины, но и все белорусы в качестве подарка получили фильм «Золотое дно» от нехты. Многие писали, что это сбор уже давно известных фактов, а также то, что воровство на фоне убийств и насилия, которое развел Лукавы, это не то, что может удивить. Да, так и есть, но есть люди, которые ранее не интересовались такой информацией от слова совсем. Так что это еще одна возможность подхватить повестку и открыть глаза тем, кто старательно их закрывает. Ведь постоянная речь и самоназначенную о том, что он самый чистый президент, это всего лишь очередная брехня. Возможно, это он не про коррупцию, а про то, что часто принимает душ. Потому что как объяснить то, что деньги белорусов идут не по назначению, а на развлечения, резиденции, эскортниц для старикана, непонятно. В общем, без спойеров, посмотрите. Спасибо ребятам из команды нехта за работу. И спасибо, скажем дружно, луканомисту, который тянет страну на дно. В Министерстве юстиции введен режим жесточайшей экономии. Судебным исполнителям запретили пользоваться электрочайниками, покупать воду и ввели лимит на количество писем. В распоряжении, направленном начальником территориальных органов принудительного исполнения, прямым текстом признается, что режим экономии введен из-за тяжелейшего финансового положения. Ради экономии решено отказаться от отправки писем заказной корреспонденции и перевести весь документ наоборот в Viber и электронную почту. Запрещается использовать электрочайники и обогреватели. Услуги по доставке и замене воды, ремонта картриджей и оргтехники сотрудники будут оплачивать за свой счет. Рассматривается вариант полного отказа от охраны объектов. А теперь представьте, если такая ситуация складывается в стратегически важном органе, обеспечивающем исполнение судебных решений, что происходит в организациях рангом пониже. Документы, которые, скорее всего, никто не должен видеть, они хотят пересылать по Viber или почте. А теперь вспомните среднестатистический портрет работников таких структур. Начосы, все дела. И подумайте о том, что это какой-то рай для киберпартизан. Ведь дамы с начосами явно не знают, что такое кибербезопасность и двухфакторная аутентификация. Ну что ж, луканомист на экономе, ла расхлебывать и жить в этом людям. Тем же людям, что позасовывали языки в одно место и продолжают работать, отбирать лицензию адвокатов и смачно кивать сквозь слезы. Что все хорошо, мы и на картошке проживем. Главное, чтоб наш царь бог был с нами. Так вот еще пару лет, и хорошо, если в Беларуси останется хотя бы картошка, а не люди перед разбитым корытом. И царь на кучу ненужного золотого хлама с икрой и шпицем под мышкой. И я не нагнетаю. Это то будущее, с которым беларусы отказываются мириться. Лично я так точно. Хотите ли вы такого? Это уже вопрос лично каждому. И задавать вы должны его себе почаще. Ведь победа, сидя на диване и с языком в жопе, простите, не приходит. А пока в Минюсте проходят тренинги по использованию вайбера и неиспользованию кулера, каратели продолжают творить черное. В Гомеле ОМОН задержал 66-летнюю преподавательницу. Преподаватель Белорусского государственного университета транспорта Валерия Децук задержана ОМОНом. ОМОН ворвался к ней в квартиру утром 7 марта. Родные ожидают, что судить женщину будут 9 марта. Валерия Децук преподает экологию. Она кандидат химических наук. Женщину задержали прямо в ночнушке. Цитата. Маму ударили в лицо, нас сбили с ног. Так сказал сын задержанный. Ждем заявление о Чемодановой, которое назовет эту уважаемую женщину террористкой, экстремисткой. Кем еще? Захватчицей Беларуси. Дорогие зрители, мне безумно интересно. Уверена, что у многих из вас есть дети. Они ходят в школу или в университет. Там еще нет вместо какой-нибудь прекрасной женщины или мужчины слабовика в балаклаве в качестве преподавателя. Не действительно интересно, потому что я, как и многие, совершенно не удивлюсь положительному ответу. Карт-блан, что насилие в Беларуси это не новость. Но насколько это нормально, когда тебе не дают даже накинуть что-то и забирают в ночнушки, в места, куда не всегда принимают передачки. Потому что, видите ли, здесь уже у них не психоз, здесь уже коронавирус появился. А потом спрашивается, почему Белстат прячет статистику смертности и людей, уехавших из Беларуси. Да потому что стараются по старой схеме идти. Денег-то нет. Нужно снова как-то у кого-то клянчить. Только вот это необычная ситуация для Беларуси. Тут мы, 97%, внутри и за пределами Беларуси, которые напоминают всем тем, кто так долго давал деньги, вроде и на хорошие нужды, но все еще таким образом кормили режим. Так мы напоминали, напоминаем и будем напоминать, что ни черта не поменялась в Беларуси и не поменяется, пока не уйдет Лукашеску вместе со своей идеологией. А если Лукашенко не уйдет, то слова Карпенкова про лагеря несогласных звучат как решение. Ведь что делать с нами, свободолюбивыми и невероятными людьми, которые не побоялись? А в лагерях у тебя ни имени, ни личности, ни свободы, только номер. Может еще цвет краски отличаться будет? Ведь еще во время подавления протестов силовики активно помечали особых протестующих. При передаче задержанных в другой автозак или РУВД цвет краски подсказывал, как нужно относиться к тому или иному задержанному. Этот же метод активно использовался в третьем рейхе для пометки заключенных в конституционных лагерях. Цвета облегчали персоналу идентификацию заключенных по странам происхождения, расе, приговору и так далее. Не для того, чтобы нагнетать, но для того, чтобы напомнить, за что и против чего мы боремся, показываем новое видео от Байпол. Весна скоро. Буком повернись. Другим. Место учебы, работаю. Учусь в ПНТУ. Второй курс в мошеноспределительной факультет. Телесные повреждения имеются на теле? Так, что у вас на руке? Краску или татуировку показателя. Краска? Да, это все краска. Повернитесь налево полностью. Спина ко мне. Спасибо. Левой стороной. Левой стороной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Адвокату и члену Президиума Конституционного Совета Максиму Знаку продлен срок содержания под стражей на два месяца до 9 мая, до Дня Победы. Об этом его адвокат Дмитрий Лаевский сообщил Тутбай. Максим Знак находится в СИЗО уже ровно полгода. Изначально его, как и других фигурантов дела Конституционного Совета, обвиняли в призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности. По данной менее тяжкой статье его не могли бы держать под стражей более полугода, однако в феврале ему и остальным были предъявлены новые обвинения по тяжким статьям о заговоре с целью захвата власти и о создании экстремистского формирования. Теперь Максиму Знаку могут законно продлять содержание под стражей на время досудебного расследования вплоть до 18 месяцев. Также стало известно, что судебные заседания по делу Виктора Бабарико и Белгоспромбанка не возобновились 9 марта. 10 марта их тоже не будет. Когда процесс возобновится, неизвестно. А я просто напоминаю, что только от нас, белорусов, зависит, как скоро мы сможем увидеть политзаключенных на свободе. На сегодня все. Живе, Беларусь!